На Рейнмаре завершилась 8-я конференция парламентарии Баренцева региона. Ее тема – «Работаем вместе во имя инновационного, умного и устойчивого Баренцева региона. Доверие, транспарентность, традиции». Что скрывается за этими словами, узнаем сегодня в студии. Это актуальное интервью. Я хочу представить наших гостей. Председатель Государственной Думы России Ольга Епифанова и депутат Государственной Думы от Ниньского округа Сергей Коткин. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Валентина. Ну и первый вопрос будет Ольге Николаевне. Почему все-таки местом проведения конференции выбрали на Рейнмар? Ну, Валентина, я избиралась в седьмой созыв по партийной группе, в которую ходят 4 региона. Архангельская область, Республика Коми, Янао и Нао. За проведение конференции боролись Мурманск и Карелия. Но, во-первых, я считаю, что зачем я избиралась от этой территории? Конечно, надо максимально пока это в моих полномочиях сделать так, что проходило на нашей территории. Потому что это очень важная конференция. Сберу в этом году будет 25 лет. Она очень эффективная. Даже, скажем так, экспертами эта конференция признана самой эффективной по практическому применению. И для любого региона очень важно, когда, во-первых, привлекаются международные гости, а во-вторых, приезжают гости из других регионов. Когда, скажем, не просто Архангельская область, Республика Коми или Ненецкий округ, а когда видят людей, видят культуру, видят самобытный уклад. И чудным образом территория начинает вести, она подтягивается по всем параметрам. И, конечно, я считаю, что наши территории, они более сложные, чем Мурманск и Петрозавод, скажем, Карелия, которые, во-первых, граничат с зарубежными государствами, во-вторых, там лучше с дорогами, там лучше с водными трассами. Поскольку Баренц-конференция всегда обсуждает вопросы, одинаковые для всего Баренц-региона, и в первую очередь экологию, и транспортную инфраструктуру, то как раз у НАУ очень плохо все, даже более острая проблема с транспортной инфраструктурой. И чем больше мы будем привлекать внимание непосредственно к региону, тем лучше у него будут идти дела. Вот, судя по опыту, это именно так и происходит. Поэтому я была очень заинтересована в том, что здесь прошла конференция. И она все-таки состоялась и довольно-таки успешна. А вот что касается темы, она звучит так необычно. Умный Баренцев регион, доверие, транспарентность, традиции. Вот почему именно так было сформулировано, и что под этим подразумевается? Ну, во-первых, 25 лет взаимоотношений, они создали уютную, здоровую, доброжелательную атмосферу между участниками. Ведь сейчас в политическом смысле отношения между парламентариями стран Евросоюза, тех, которые поддержали санкции российскими парламентариями, прерваны вообще. И у нас есть вариант общаться только на площадках парламентских. Поэтому как раз вот эти 25 лет и сама площадка, которая заслужила доверие, она дала нам возможность, кроме вопросов, касающихся решения проблем Баренцев региона, а Баренцев регион — это страны с очень похожей экологией, страны, где живут малые коренные народы, которые надо сохранять, с хрупкой арктической системой. Кроме этого, мы еще смогли отдельно пообщаться, потому что у нас же присутствовали и норвежцы, и финны, и... — Шведы. — Шведы. И мы в апреле были в Исландии. Исландия никогда не приезжает на Баренцев конференции в Россию. Я очень просила их все-таки уделить внимание. И у нас был представитель Исландии. Так что фактически не три, а четыре страны присутствовало. И были люди из Северного Совета. То есть тоже очень хорошо. И что бы мне очень хотелось сказать. Дело в том, что во многом теплота конференции и ее результативность зависят от принимающего региона. И я хочу сказать огромное спасибо и губернатору, и председателю собрания, и депутатам, кто присутствовал, местным депутатам, кто присутствовал и общался с нами. Потому что мы встретили великолепный прием. Например, сегодня ко мне подошел глава шведской делегации. Он был счастлив, понимаете? Он сказал, что он просто восхищен, что ему очень здесь понравилось, что все было так здорово, что здесь замечательные люди. А мы же хоть чуть-чуть прикоснулись к культуре. Мы хоть чуть-чуть, но все равно обсудили вопросы коренных народов и экономические тоже вопросы. Социальные все вызовы обсудили. И как раз тот теплый прием, который мы получили здесь, он дал более высокую результативность, эффективность нашей работы. Потому что человек лучше всего занимается делом, когда для него созданы самые комфортные условия. А что такое улыбка принимающей стороны? Опека, забота. Сергей Николаевич, вот что эта конференция, на ваш взгляд, дает Ниньцкому округу? Я впервые присутствую на такой уровне конференции, международной, где государство всего Баренцева региона. И для меня было таким несколько открытием. Я много раз принимал участие в таких мероприятиях. Но здесь вот люди, мы говорим на разных языках, думаем одинаково. У нас очень много схожего вообще с северянами. Будь то норвежцы, шведы. Очень много. Мы близки друг к другу, духовно где-то даже близки. И вот то общение, о котором сказала Ольга Николаевна, оно дорогого стоит. Когда мы, помимо рабочих встреч, еще потом у нас была неофициальная программа. И они с таким удивлением на нас смотрят. Мы же как, во всем мире нас представляют агрессорами какими-то, да? Что мы там такие всякие нехорошие, да? А здесь, ну, там они там, Сергей, по имени обращается, по имуществу иногда. Говорят, что, оказывается, вы люди-то нормальные. А вы что хотели? Какие мы люди? Мы всю беду той войны, великой, на генном уровне, в нескольких поколениях ощущаем эту трагедию. Поэтому вот эти контакты, они очень важны. А для округа эта конференция, большое спасибо Ольге Николаевне, то, что она все-таки вот сделали выбор, а она принимала решение именно в Ненецком автономном округе. Для нас это очень большая честь, для нас это очень большая ответственность. Хотя никаких сомнений не было о том, что мы достойно примем, поскольку северяне умеют принимать людей и с открытым сердцем, душой, то есть сомнений. Мы же чувствуем друг друга очень близко на уровне подсознания. Поэтому прошло все замечательно. Для округа это на самом деле очень важно. Она важна, прежде всего, России, потому что те решения, та резолюция, которая принята была на этой конференции, на основе этой резолюции правительство государств Баренцева, региона, в том числе и России, будут принимать решения. Исполнительная власть прежде всего. Вот это будет основой для принятия решений. И те вопросы, которые поднимались в обсуждение, а я хочу вам доложить, что наши доклады от Ненецка автономного округа, Ольги Николаевны, на мой взгляд, они очень были дельными, содержательными. И те проблемы, которые были высвечены в наших докладах, они в значительной степени вошли в резолюцию нашей конференции. А это и развитие северного морского пути, это и экологическая безопасность, это и туризм, это и социальная поддержка граждан, это коренные имущественные народы севера. То есть то, что волнует нас прежде всего. И вот эти все вопросы были обсуждены именно на этих площадках. Об этом говорит не только округ Россия, но и страны Баренцева региона за нами смотрели, как мы работаем, как обсуждали. Я вам скажу, что дискуссии-то были очень горячими на самом деле. И я впервые видел вот такие дискуссии, когда откровенно представители других государств задавали нам вопросы. Ну, они, может быть, иногда носили такой характер, где-то так думали, что у нас все так плохо, никуда не годится. А я вам хочу сказать, что мы выглядели в целом Россией очень достойно. По всем буквально позициям, когда были доклады на наших коллег с других территорий, с других регионов, любую проблему возьмите, значительные усилия, во много раз превышающие вложения, материальные, агентологическая безопасность, развитие туризма. В общем, Россия там доминировала. Мне было это очень приятно. И очень приятно, что округ выступил с такими серьезными докладами, и с такими серьезными проблемами были подняты на очень высокий уровень. Вот это важно. Вот в первый день работы конференции ваше выступление было единственным, которое вызвало аплодисменты. О чем вы говорили в своем докладе? О чем рассказывали? Ну, люди ведь, они, я начал, они люди северяне, они чувствуют и понимают, проще мы друг друга понимаем, а когда говоришь от души, и то, что у тебя внутри, то, что накипело у тебя, да, и ты, когда говоришь проблемы, которые говорят люди, в том числе жители Нениска автономно, я еще раз повторюсь, что они на самом деле очень близки, оказывается, нашим коллегам из-за рубежом. Они думают об этом же. Так вот, наверное, то, что мной было сказано о том, что мы вот за это время, то, что Ольга Николаевна сказала, 25 лет, мы научились не учить и поучать друг друга, а слышать и понимать. Это самое главное, на мой взгляд. И потом мы же пришли от жителей регионов, все пришли, наш народ выбрал. А ни один народ не хочет ни разрухи, ни голода, ни смерти детей. Все хотят жить благополучно. И все мы к этому стремимся. Это у нас единая цель. И у нас, у северян, все-таки намного больше общего, что нас ближает, чем разъединяет. И когда нам говорят и смотрят открыто, говорят, оказывается, вы совсем другие люди, так вот я, может быть, повторюсь. Я вот беседовал, когда с нашими коллегами, вот с зарубежных государств, я говорю, мы-то все это прошли, нам не надо войны. Мы дети, внуки, правнуки тех, кто прошел утяжелейшую войну, 30 миллионов, погибло. Это пятая часть государства. Пятая часть государства по нынешним временам взять. Мы на генном уровне чувствуем эту всю трагедию. И мы хотим только мира и дружбы, и жить вместе, и творить вместе. Вот это и вызвало бессмерт, чтобы было всем очень приятно. Видите, тут еще, что очень важно, существуют стереотипы по отношению к русским. И стереотипы как раз вот, что вот мы такие бандиты, можно сказать, которые только хотят войны. И разрушить эти стереотипы может только человеческое общение человека с человеком. Когда знают по имени, когда вместе общаются, и складывается мнение. Вот Ларс Ларсен, представитель делегации Швеции, сегодня, ну, он и в первый вечер уже подошел, сказал, и сегодня отдельно подошел, сказал, он сказал, я вас очень жду. В следующем году я жду всех, и включая из регионов, тех, кто присутствовал, я вас жду. И я постараюсь максимально сделать все, чтобы вы встретили от шведов, может, впервые, более хорошее отношение, и увидели нас более человечных, чем вам кажется. Потому что как раз, ну, вот со шведами у нас такие очень холодные отношения. К сожалению, это в постоянном режиме. Если сравнивать, например, финнов, норвегов, то есть как-то вот шведы, они все время к нам немножко так жесткие. В следующем, в этом году уже передали председательство Сбер Швеции, а до этого... Еще не передали, в октябре передадим. А до этого вот два года председательствовала Россия. Какие вы можете подвести итоги? У нас выступал как раз Сергей Петрович, да, про итоги. Правда, мы ему не дали много времени, но дело в том, что мы как раз занимались делами. К примеру, разработано семь авиамаршрутов. То есть у нас же в чем еще очень большая проблема? Вся наша основная глобальная задача это улучшить жизнь людей на наших северных территориях. И поверьте, что те страны, которые вкладывают гораздо больше денег, остаются с той же самой проблемой, с низкой продолжительностью жизни людей, с проблемами здоровья, с проблемами здоровья не только от экологии, а просто от климатических условий, которые гораздо более жесткие. невозможно на всей территории дать очень хорошее медицинское обслуживание. Очень часто пропускают какое-то заболевание, не получается ранней профилактики. Все равно есть объединенность продуктами, которые необходимы, все равно не хватает солнца. И мы можем каким образом улучшать жизнь людей? Только если у нас будет работать экономика. А как должна работать экономика, если территория огромная, людей мало, водная артерия, дорог нет и куча проблем. Поэтому сейчас разработаны маршруты авиационные, сквозные. То есть не просто, скажем, из Нарьанмара, в Архангельск, там, в Москву, да, или там, а баршруты, которые, например, Сыктывкар, Нарьанмар, Архангельск, Мурманск, то есть наши все территории, и плюс еще территория наших зарубежных партнеров, чтобы шли челночные рейсы самолетов, небольших, при которых люди могли бы переезжать, а вместе с людьми переезжают грузы. Ведь вы, как никто, знаете, насколько дорого привезти в НАУ любые товары первой необходимости, и насколько они дорого стоят. И ведь зарплаты ваши не в столько раз превышают среднероссийские, сколько из-за дорогой очень транспортной логистики добавляется наценка к этим товарам первой необходимости. Это же очень важно, это качество жизни людей. И если мы найдем альтернативные пути, авиасообщений, если мы научимся хорошо использовать северный морской путь, мы улучшим экономику. Если мы будем развивать арктический туризм, и сегодня, кстати, Григорий Литков говорил о том, что для того, чтобы приезжали туристы именно как арктический туризм, то они должны лучше одеваться, их надо учить навыкам вообще выживания в тундре. И что даже уже в тундре мощных как туристов учить, как шить одежду, в которой не замерзнешь зимой. А оленеводов, это же столетия, они все это делали столетиями. Они самые профессиональные в этом вопросе. Вот. Как только мы сможем где-то снижать затраты, где-то, наоборот, привлекать деньги из других регионов и из других стран, будет лучше экономика, будут лучше жить люди. Потому что по прошлому году она недополучила фактически 30% дохода в бюджет. И сразу все это серьезно почувствовали. Потому что любое недополучение дохода приводит к необходимости оптимизировать затраты. Это напрямую отражается на количестве рабочих мест, на уровне зарплаты. А ведь дешевле нет альтернативы вам на данный момент привезти товары первой необходимости. Поэтому здесь получается, что Баренц-регион это территория, которая очень хрупкая к любым изменениям, к любым потрясениям. И здесь надо очень аккуратно и всерьез заниматься жизнью людей на территории. Вот и вправду очень много на конференции говорили по поводу туризма. И вот такой вопрос. Неужели туризм можно рассматривать как один из главных компонентов устойчивого развития региона? Конечно. Я могу привести пример. Все мы слышим про остров Кипр или про остров Крит. Так ведь? Мы знаем, что это острова в Средиземном море. Видите, это небольшие острова, где ресурсов нет. У них даже нет чистой воды. Из Греции везут на кораблях за огромную цену. За счет чего живут государства? Только туризм. Дальше. Вот берем Северную Исландию. Ведь за счет чего жила Исландия? Жила за счет рыбы. И в 50-х годах, когда Англия из-за дресковых войн, из-за запрета Исландии на ее берегах ловить рыбу, отказалась закупать в Исландии рыбу, вообще государство могло исчезнуть. А Советская Россия тогда начала закупать рыбу и спасла Исландию. О чем, кстати, исландцы очень хорошо помнят. И сейчас, но сейчас рыба, это только третий источник прибыли. Сейчас первый источник у них туризм. Исландия, представляете? От Хельсина летит 4,5 часа. Второе, это из-за того, что гетермальные воды, у них дешевая энергия, у них идет переработка алюминия, которая сводится со всего мира. и только третье, это рыба. То есть первое, туризм. Едет огромное количество туристов, и фактически страна почти вышла из кризиса. Более того, они уже с 1 июня приняли такую норму, о которой мы мечтаем на самом деле в России, что предельные расходы, которые человек может тратить на здравоохранение, у них составляют 500 евро. Все, что сверху необходимо ему, будет оплачивать государство. Понимаете? Это уже фактически коммунистическая норма в какой-то степени. Ну, то есть из социализма, да, с коммунизмом. А за счет чего? Потому что едут деньги. Страна получает деньги, соответственно, эти деньги отдаются людям. И нам здесь надо, чтобы приезжали деньги. Вот выступали норвежцы, они сказали, что когда они ездят по странам, по своим, то они видят огромное количество туристов, из Азии. Как раз они не видят туристов даже из нашего Барзинс-региона, из рядом с соседних стран. А это что же имеет значение? Понимаете? Нам нужны все туристы всего мира. Ну, для того, чтобы туристические маршруты были доступны, нужна транспортная инфраструктура, нужна доступность. Так вот, Россия, как раз, будучи, ну, как председательствующая, разрабатывала эти маршруты. А кроме этого, уже серьезно занимаются экологией, и вот завершены три серьезных проекта по чистке воды. Понимаете? И в Карелии, и в Коме. И вот, на мой взгляд, важно, красной нитью прошло, об этом говорили не только россияне, но и наши гости из рубежа, о том, что вот эта модель взаимодействия государств Баренцева региона, она, наверное, сейчас служит примером для многих государств, так как надо нам вот общаться, взаимодействовать по самым различным аспектам. Вот такого доброго сотрудничества друг с другом. На севере ведь один не выживешь. Здесь, как человек не выживет, вы лучше меня отознаете. И также государств для того, чтобы решить проблему или развитие северного морского пути, нужно принимать участие всем государствам. И мы должны здесь Россию, естественно, приподнимать. Мы должны чувствовать себя уверенным, потому что мы самое большое государство к северному морскому пути. И об этом говорили президенты трех государств, когда мы в Архангельске встречались на 4-м арктическом форуме. Россия, Финляндия, Исландия, они все сказали о том, что вот это сотрудничество наше на Баренце-регионе, оно наиболее оптимальная такая модель. Надо учиться у северян, как надо взаимодействовать. А президент Исландии вообще сказал, что благодаря нашему северному характеру и мудрости, ну, можно согласиться, что и северная мудрость, но мне кажется, что вот именно на Баренце-регионе, я ощутил вот на этой конференции, здесь выстроена системная работа. Системно работает уже на протяжении 25 лет, причем созданы институты Северный Совет, Северные Измерения, конференции Баренц-региона, люди все время в контакте, все время в работе, и неплохо ведь идут проекты приграничного сотрудничества. «Кол Арктик» это наш проект по Ненецкому автономному округу, ветрогенераторы в Амдарме, это телемедицина у нас, ряд моментов в Архангельской области есть, по Мурманску и по всем северам. И вот эта система, она работает. Она работает, и это на самом деле здорово. Так бы было у нас с другими государствами, было вообще прекрасно. Сергей Николаевич, не могу вас не спросить о законе о Барктике, который очень активно обсуждается, на каком сейчас он этапе находится, и когда все-таки будет принято по нему решение. Я думаю, Ольга Николаевна добавит меня, но... Он не внесен? Он даже не внесен на рассмотрение в Государственную Думу, он правительством разрабатывается, по нему, к сожалению, к большому очень много вопросов к этому закону. Возникают проблемы и вопросы. Давайте я дольше всем этим занимаюсь, я скажу. По поручению президента этот закон должен был быть внесен в 2012 году. И уже в 2011 году было понятно, какие территории входят в Арктику. Все очень ожидали этого закона, потому что увязывали социальное положение арктических регионов с этим законом. Он не был внесен в 2012 году, он не был внесен ни в позапрошлом, ни в прошлом году, и пока его нет и в этом году. И тот вариант, который на данный момент общественно обсуждается, он вообще не включает в себя социальную повестку. Но правительство прекрасно понимает, что депутаты Государственной Думы не примут закон, в котором не будет социальной повестки. У нас, к сожалению, в последние годы Минфин захватил власть в правительстве. То есть не Минтруд, не Минздрав, которые готовы с очень многими предлагаемыми инициативами, а Минфин. То есть за деньгами людей не видно, понимаете, когда все считается в деньгах. На данный момент вообще политика государства такова, что всем поровну. Получается, ну, к примеру, страховые взносы, медицинские, тарифы одинаковые. У тебя есть разница, да, Центр Москвы и Норианмар, и Амдерма. Между Норианмаром и Амдерной есть уже разница, а чего же говорить про остальное. И получается примерно такая история. Регион зарабатывает деньги. Федерация забирает у региона больше, чем вот регион может отдать. Если бы вставляли хотя бы 50% этих денег региону, то все бы регионы не чувствовали себя унизительными от того, что им говорят, вы дотационные, мы вас содержим, да, сами себе регионы содержат, просто они отдали федералам. А те потом, значит, выделяют через межбюджетные трансферты, там, счет через госпрограммы и говорят, вы еще софинансируйте, значит, вы дотационные, мы вас содержим. Знаете, вот, ну, мы постоянно в Государственной Думе об этом говорим на нашей площадке. У нас перед каждым заседанием каждая фракция имеет 10 минут на выступление. То есть, депутаты говорят о тех темах, которые крайне важны, как они считают, важны для их регионов. И, соответственно, получается, что закона до сих пор нет, социальной поездки в нем нет до сих пор. То есть, внутри, вот я, например, его не жду в этом году. И у меня вообще вопрос, когда его примут, я даже не верю, что его в ближайшее время внесут. Более того, мы вместе были на заседании комитетов, которым состоит Сергей Николаевич, комитет по региональной политике вопросам Севера и Дальнего Востока. И нам принесли на утверждение госпрограмму по Арктике. Представляете, там нет мероприятий, вот, ну, как бы в госпрограмме должны быть мероприятия, да, то есть именно конкретные, к определенному месту, в определенных целях и с определенными деньгами. Там этих мероприятий нет. То есть одно слово «буде», просто слова. Более того, прописаны цели, а потом такие маленькие, как госпрограммки. И вот присутствовали представители министерства, присутствовал представитель разработчика. Вот я просто смотрю, значит, цель номер три. Улучшение социально-экономического положения, значит, населения на территории. Смотрю госпрограммы, вы знаете, там все касается либо газового или нефтяного промысла. Есть чуть-чуть, совсем чуть-чуть для коренных народов, вот, но это отдельная вообще цель, седьмая там. И вот все, знаете, не там военно-промышленный комплекс, но не про территорию и не про народную территорию. Я разработчику говорю, слушайте, вот, смотрю, цель номер три, улучшение социально-экономического положения населения на территории. Какой госпрограмме это цель? Вот он сидит, на меня смотрит, ничего сказать не может. Дальше у депутатов вопрос. Стоит достаточно приличная сумма госпрограммы. Куда она, ну, то есть, вот, с чего она формируется, непонятно. Значит, соответственно, сдается вопрос, куда эти деньги? Нам говорят, слушайтесь, федеральный бюджет формируется по траслевому признаку, а Арктика это территория. Поэтому вот эти деньги, они уже внутри, значит, госпрограмм по отраслевому признаку. Ну, пусть они будут внутри программ, тогда вы их, ну, оттуда перечислите, да? То есть там... Хотя вы покажите, какие суммы, их не видно вообще. Да. Притом, понимаете, это же, ну, извините, лукавство, потому что у нас, как мы с вами знаем, есть Дальний Восток, и уже пилот по территориальному выделению денег на Дальний Восток. Он уже сделан, и Дальний Восток считается по территории. Только Дальнему Востоку и бесплатный гектар, и огромные льготные преференции для бизнеса. А когда губернатор Архангельской области на арктическом форуме просит эти преференции каким-то образом распространить на север, притом на, как раз на такие территории, как Нао, или там, как у нас, Мизинский или Шуконский, то есть там, где совсем с дорогами плохо, там, куда бизнес не придет, то есть его надо как-то замотивировать, и чтобы он все-таки пришел. Извините, сегодня мы с Игорем Викторовичем разговаривали, с губернатором, получается, даже тарифы на электричество неподъемные, они просто неподъемные. И если для населения их субсидируют, то для бизнеса это никто не субсидирует. То есть продукция бизнеса никогда не будет конкурентоспособной вообще, в принципе. И, знаете, такое вот, ну, лукавство. Как бы программа есть, но к ней же надо чего-то добавить. К ней же надо добавить, ну, например, там, деньги на здравоохранение, значит, деньги на какие-то дополнительные проезды. Ну, если человеку надо приехать на плановый, например, онкологический больной с тяжелой степенью рака, им надо каждые 25 дней капать определенное лекарство, так называемое химиотерапия. Вот представьте себе, что у вас живет, вот, скажи мне, вот мы смотрели на карту, на острове, поселок. Поигач, Варнак. Варнак. Вот просто представьте себе, что если этот человек живет в Варнаке, каждые 25 дней он должен получить капельницу, эту капельницу может ставить только врач-онколог. То есть ему на территорию никто не может ее поставить, даже если есть фельдшер. То есть он должен каждые 25 дней приезжать, и потому, ну, ему же не субсидируется гостиница, он должен лежать в больнице, значит, пока ему прокапывают, возвращаться. Вот ему надо летать туда-сюда. Санавиацию за ним не пошлют, потому что это плановый, плановый случай. Соответственно, он должен очень часто летать каким-то образом там на вертолете.